Я Утельбаева Ахмара Укалайбековна, старший преподаватель кафедры информационно-коммуникационных технологий. Сейчас будем рассматривать тему «Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества». Под темой лекций, предмет ИКТ и его назначение, определение ИКТ, стандарты ИКТ, роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Под средствами информационно-коммуникационных технологий понимаются программные средства, программно-аппаратные средства, современные и мультипроцессорные устройства, компьютерные технологии, а также современное оборудование и информационные системы, которые используются для связи, обмена информацией, сбора связей и связей компьютерных сетей и информационные ресурсы производства, хранения, обработки и накопления. Определение ИКТ – совокупность интегрированных методов, рабочих процессов и программно-технических средств в целях сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации. На сегодняшний день данная концепция включает в себя IT-микроэлектронику, программное обеспечение, ЭВН-связи, телефония, услуги мобильной связи, доступ и использование сети интернет, информационные интернет-ресурсы. Предметом ИКТ является информация в том или ином виде, представляемая в зависимости от источника. Требование имеет разделение всего процесса обработки информации на этапы операции и действия, состоять из полного набора элементов, необходимых для использования и достижения поставленной цели, быть стандартизированной и унифицированной системой для эффективного осуществления целенаправленного управления информационными процессами. Роль ИКТ в промышленности заключается в выпуске современных телекоммуникационных услуг, производстве электронного оборудования, более мощной вычислительной техники и программного обеспечения. Применение возможностей ИКТ в здравоохранении повысило его эффективность вследствие совершенствования современного использования информации и более тесного контакта между врачами и пациентами. Секторы развития общества. ИКТ используется в здравоохранении, образовании, трудоустройстве, налоги, недвижимость, транспорт, туризм, безопасность и гражданство. При большом многообразии ИКТ существуют базовые аспекты, которые основаны на мировых и локальных трендах и которые являются обязательными и неизбежными. Это охват страны всеми видами коммуникации и всеобщая доступность информации во всей территории страны. Максимальная интеграция человека в компьютерные сети в самом широком смысле. Человек, окруженный сенсорными и другими датчиками, это становится активным элементом сети. Широкое проникновение технологий искусственного интеллекта во все отрасли промышленности, государственного управления и социальной жизни. Произойдет реальное замещение части функций, выполняемых человеком интеллектуальными операциями на основе искусственного интеллекта. Новый ИКТ способствует элементу роста глобальной электронной торговли, улучшению качества жизни, здравоохранения, возможности оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, международному взаимодействию и построению общества, основанного на знаниях, потенциально содействующему появлению более сознательных, гуманных и лучших информационных граждан. О стандартах ИКТ в Республике Казахстан в области ИКТ существует множество государственных и межгосударственных стандартов. Эффективное государственное регулирование инновационного развития ИКТ – это основа повышения эффективности и конкурентоспособности в национальной экономике Казахстана. В основном законодательным актом, который регулирует правоотношения в области ИКТ, относится предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 2015 года, второе – кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 2014 года. К законам Республики Казахстан относятся о связи, об информатизации, о телерадиовещании, о техническом регулировании, об обеспечении единства измерений, о естественных монополиях и регулируемых рынках. В отрасли инфокоммуникации Республики Казахстан функционируют два технических комитета по стандартизации. Первое – 34-е информационные технологии на базе ООО «Казахстанская ассоциация IT-компании». Второе – 63-е системы средства и услуги инфокоммуникации на базе ООО «Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана». В Казахстане утверждены национальные стандарты в области смарт-сети и действует стандарт ИСО, который ИСО 27.031 на 2011 – информационные коммуникационные технологии. ИКТ в настоящее время заключается одним из важнейших факторов экономического развития и международной конкурентоспособности. Поэтому вопрос о стратегии регулирования и стимулирования рынка ИКТ является актуальным. При этом эффективность государственного регулирования данной сферы может повышаться с учетом некоторых особенностей. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. До встречи! Продолжение следует...